Чтобы купить, можно было 9200 рублей иметь, но главное нет, ее подписало правительство. Через два года мне дали вторую, и у меня две их стояло. И сейчас не я, я же только что рассказал, я пришел в Российскую Академию Наук и принес мои изобретения. Я создал первые частные лаборатории в нашей стране, и земли под них мне подписал лично Ельцин, документ хранится. Я создал первый частный институт в России, институт физики Фуллеренова и новых материалов в Москве, 1996 год учрежден. Я создал второй частный научно-исследовательский институт, внимание, обслушайтесь, учредителями которого является Объединенный институт ядерных исследований Дубна, предварительно получил разрешение от 17 государств. Университет Дубна и частное лицо Петрика. Я являюсь научным руководителем этого института. В этом институте разработана под моим руководством программа, которую приняла Роснано и уже финансирует. Вот как я занимаюсь наукой. Но меня втянули вот эти страшные действия, и я вынужден защищаться. — Я могу лишь от себя добавить, что очень многие, наверное, не только я, слышали, что действительно Виктор Петрик — это современный Остап Бендер. Но однако же, когда, еще раз повторюсь, вначале я сказала, что когда фигура неоднозначна, вокруг этой фигуры ведется очень много споров. И, однако, суды, может быть, действительно не всегда мешают, скажем так, заниматься научной деятельностью. Ну, если у вас есть более аргументированные, скажем так, резкие доказательства, звоните, и мы с вами продолжим беседу. Дело в том, что просто меня лично они не учили. — Можно я? — Не-не, Виктор Иванович, мы сейчас еще один звоночек примем и ответим на него. Здравствуйте. — Алло, говорите. — Добрый день. — Добрый день. — Меня как слышно? — Хорошо. — Сергей Лишовский меня зовут, главный редактор газеты «Общество и экология». Как раз смотрю вашу передачу по интернету, очень хорошо, очень хорошо дискуссия идет. Я все слова Виктора Ивановича подтверждаю. Действительно, мы такую переписку этих лжеученых получили, и против Виктора Ивановича была действительно развернута сетевая атака с геополитическим размахом, потому что одна из сторон находится за океаном. И мы печатали переписку, и недавно напечатали в газете поддержку Виктора Ивановича со стороны Петловской академии наук и искусств. Подписал это обращение Леонид Майбородо, известнейший ученый в Советском Союзе, в России, в Санкт-Петербурге. Вот меня другое сейчас интересует. Я полностью на стороне Виктора Ивановича, потому что разобрался за шесть лет. Сергей, да, ваш вопрос. Меня интересует то, что Виктор Иванович воссоздал формулу скрипок страдивари. Я был, когда в лаборатории Виктора Ивановича, поразился, что много скрипок он делает своими собственными руками. Виктор Иванович, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли вы, как сказали в Деловом Петербурге, считаете, что для вас скрипка имеет большее значение, чем даже наука? Спасибо, Сергей Анатольевич. Дело в том, что скрипка — это соединение невероятно многого. Это архитектура, это математика, это искусство, это, наверное, самая большая тайна, которая есть на Земле. Кстати, в земных условиях существует самый дорогой предмет. Вот самое дорогое, что стоит неких денег, это, знаете что? Это вдова. Это скрипка, на которой играл Паганини, работая Гварнери Дель Жезу. Это бесценное сокровище. Мало кто знает, что Дель Жезу — это несравнимо высоко по сравнению со страдивари. Да, я воссоздал полностью чертеж, по которому была построена скрипка. Это очень симпатично, потому что первую скрипку сделал некто Гаспар де Сало, столярный мастер. И больше никогда никто не сумел изменить в ней ни одного миллиметра. Я имею в виду ее очертание контур. Если вы выходите за пределы, она перестает играть. А как же он ее тогда сделал? Не было полу, не было третьей скрипки, не было... Понимаете, да? Я воссоздал полностью чертеж, и он безумно красивый. Вы ставите точку, берете число 1, умножаете на 0,618, и пользуетесь только этим числом, золотым сечением. Квадрате, кубе, четвертой степени. Вы соединяете точки, и у вас полностью вырисовывается. Скрипка. Ну да бог с ней со скрипкой. Вам как Меделеев это во сне пришло? Или вот как вы... Я умираю, я хочу ответить молодому человеку, который задал вопрос про суды. Российская Академия Наук в лице комиссии по лженауке объявила, что вот это явление я украл. Это стратегическая разработка обтекателей для ракет. Слышите? Сопровождало с 1972 года в СССР велись разработки шпинели в Америке с 1964 года. Ведущим институтом был институт ГОИ, государственный институт, оптический институт имени Вавилова. И еще 18 институтов. Сопровождало эту тему Российская Академия Наук, отдел прикладных наук. Не им ли знать, что шпинель была сделана в виде спека непрозрачная? Вот моя шпинель. А вот я автор этой винограды. А в качестве красивейшего доказательства я на моей шпинели создал портрет человека, которого я безумно любил при его жизни, патриарх Деодор. Так вот, академики не в прокуратуру пошли, чтобы сказать, у нас украли военную стратегическую разработку, а пошли в желтую прессу. И на этом карликовом поле лжекомиссия занимается лжепредательством, я так считаю, наших интересов. Знаете, какой вывод они сделали? Что? Петрик сделал шпинель, но американский материал АЛОН лучше. Это страшно. АЛОН, фирма Сармет, которая сделала АЛОН, продолжает исследование шпинели. Сейчас Америка ставит 200-тонный пресс для производства шпинели. Мало того, они отставали на 15 лет, а сейчас уже опережают. И они лгут нашему государству. И я считаю, что за это их и надо судить. Виктор Иванович, я вам напомню, что у нас не суд, и у зрителей тоже есть свое мнение. У каждого есть свое мнение, и мы, я думаю, исчерпывающе на него ответили. Однако хотелось бы все-таки вас вернуть больше к теме нашей беседы, то есть к воде. Вот, хорошо, ваши фильтры. Вы мне сказали, что вы можете воду, которая, грязная вода, которую вы возьмете из природы, да, очистить фильтрами и тут же ее выпить. Я прошу вас, я прокомментирую сначала, хорошо? Да. Значит, исследования сейчас мы проводим в военном институте МБЗ, медико-биологическая защита. Это серьезнее не бывает. Вы знаете, что? Это была моя мечта решить этот вопрос. Мечта. Как в полевых условиях, где у вас нет электричества, чтобы выработать, допустим, где у вас нет, чтобы выработать озон или даже тот же обратный осмос. Как в полевых условиях зараженную воду сделать безопасной? На сегодняшний день солдат проглатывает таблетку хлора, убивает свои почки и пьет воду. Так вот, внимание, основой моего сорбента являются графены. Мы сейчас к этому вернемся. Если мы сейчас же не произведем их в вашей студии, вы многое потеряете. Давайте. Давайте, Виктор Иванович, а давайте мы все-таки это сделаем. Давайте я объясню. На ваш вопрос сначала отвечу, и мы тут же займемся этой историей. Да, я наработаю у вас здесь. Да, потому что у нас осталось с вами 20 минут, я боюсь, что мы просто с вами не успеем. Это те самые графены, за которые получили Нобелевскую премию геями Новоселия. Давайте четыре слова. Смотрите. Песчинка графита, иначе никому не будет понятно, что мы делаем. Песчинка графита. Она состоит вот из таких, как эта страница атомных слоев. Атомных, потому что толщина слоя один атом. А здесь углерод собран в виде гексагональных сетей, как пчелиные соты. Так вот, до моего открытия, вот оно, сделанное в 2001 году, до моего открытия, актуальным был закон Ландау. Этот двумерный углеродный кристалл существовать не может. Он должен термодинамически мгновенно распасться. Наш сорбент, это графены. То есть, это оторванные вот эти странички у этой частицы. То есть, все-таки те самые, за которые Нобелевскую премию получили геями Новоселия. Конечно. Те самые, да? Так вот, вы меня спрашивали об источниках, и я добирался до главного источника, атаку. Почему это нашим академикам миллион предложили за разоблачение Петрика? Внимание. Вот это мой американский патент. Еще недавно все смеялись, когда я об этом заявил, о моем открытии. Но теперь уже не до смеха. Он был зарегистрирован в Америке в 2004 году, а выдан мне на следующий день после вручения Нобелевской премии. То есть, через шесть лет. Да. Шесть лет продержала его Америка. Что сказали Гейм и Новоселов, которые прибегали к Новоселову, прибегал к нам в университет электронной техники, в котором мы изучали графены и ушли далеко вперед. Мы изучали уже трубки из этих графенов, полученные свернутые. Не понимая, что такое мое открытие, которое называется способ холодной деструкции, явление образования, зарегистрированное в 2001 году, Международной ассоциацией авторов наручных открытий при холодной деструкции графита. Что такое холодная деструкция? И они решили, что это скотч, который можно 500 раз сделать, и останется, наконец, одна страничка. Осталась ли она, никто ее в глаза еще не видел. Но вы сейчас нам продемонстрируете... Да, простите, последние два движения. Но вот в этом моем американском патенте приводятся сделанные в американских университетах фотографии этих графенов. Понимаете, в чем правда? Так вот, хочу показать вам, на секундочку, хочу показать, чтобы люди увидели, как они выглядят. Это так выглядят графены, которые, видите, как смятые страницы книги. Как вы загородили. Да, давайте. Как смятые страницы книги. Отблескиваю, да. Вот очень красивое явление. У меня сейчас были американские ученые, и он это увидел. Представьте себе, что у песчинки графита есть изъян. Вот вырвали вот тут. И когда все странички оторвали, смотрите, то у каждого изъян повторился. Да. Это у меня фотографии почти 10 лет, а я... Это ваш, получается, образец, да? Ну, конечно, это мои графены. Это сделано в американских... А я не замечал этого явления. А этот американский ученый кричит, я это увидел, значит, это будет называться эффект Сью. И я согласился. Он очень счастливый, теперь вот это явление называется... Так вот. Понятно. Вы сейчас увидели эти графены. Что мы сейчас увидим? Давайте так, вы можете... Я попробую... Значит, я попробую вам сейчас продемонстрировать тайну всего явления вот в этой чудесной жидкости. Она безопасная, но ею неприятно дышать. Это растворитель, да? Нет. Это инициатор. Я надеюсь, не опасная. Это не опасно, просто возьмите, проветрите, и я попробую вам продемонстрировать наработку графенов. Хорошо. Теперь запах слышите, да? Ну, есть, да, небольшой запах. Да, 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 да. Вот, пожалуйста, пожалуйста, вот трубочку. Ну, ладно. Так вот, послушайте. Она выветрится, она станет сухой. Так. И мы попробуем запустить реакцию здесь, наработать графенов, которые я вам подарю. Так. Один миллиграмм стоит каких-то безумных денег, как везде написано. А я вам подарю их. А вы в пакетик запечатаете и отправите в какой-нибудь американский институт, чтобы получить фотографии вот такие. Повесите их у себя здесь. Это будут у вас, в вашей лаборатории, наработанные графены. А я хочу сказать, что у меня 8 патентов на область применения графенов, полученных в 97-98 году. И один из них как раз способ очистки воды. Вот сейчас мы это и увидим. Но давайте примем еще один звоночек, который мне уже просто неудобно перед зрителем. У нас дожидается уже 15 минут. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, я звоню из Нью-Йорка. Прежде чем задать вопрос, я хочу кое-что сказать. Ну тут намекнули на каком-то нападке из океана. А я хочу поддержать, наоборот, господина Петрика. Он занимается крайне важной для всех людей, проблемной. Если он ее решит положительно, хотя бы в какой-то части. Хвала, слава ему, даже памятник, как он сам сказал, дослужит. А если не все получится, ну тоже мы должны быть благодарны за то, что человек посвятил такую часть своей жизни такой важной проблеме. А вопрос мой такой. Значит, ну, допустим, что мы идеально очистим воду. Но я давно уехал еще из Советского Союза. Я знаю, что инструктура, ну, трубопроводы, например, водопроводы, они в большей части были сделаны, засункованы. А иногда даже из черных труб. То как вообще, так сказать, может быть решена эта проблема? Потому что любую чистую воду прогнать через грязные трубы эффект вряд ли будет положительный. Может быть, это не очень относится к сегодняшнему диспуту? Нет, почему же? На все более личный характер. Меня интересует этот вопрос. Спасибо. Спасибо вам огромное. Евгений, спасибо вам огромное и за поддержку, и за вопрос, в частности. Но вы чуть-чуть пыли не с конца.